Панченко, Григорий Константинович, биолог, главный редактор журнала «Меридиан», криптозоолог, город Ганнавер, Германия. Затерянный вид реликтовый гоминоид в системе координат современной науки. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, город Ганнавер, журнал «Меридиан», к сожалению, не криптозоологический, не потянуть мне стало, криптозоологический журнал. Должен сказать, что я именно намерен говорить о вписываемости, более того, о хорошей вписанности реликтового гоминоида, термин «снежный человек» абсолютно журналистский, и мы его не любим, в систему не только криптозоологии, но и современной науки. Не буду говорить о официально признанной науке, наука, в общем-то, одна. По этой причине... Вот это все такое криптозоологическое. Вопросы потом. Нет, ну, вкратце объясню. Вопросы потом. Ладно. В общем, это, как правило, известно. Ну, должен сказать, что я очень надеюсь, что этот мой доклад будет вывешен в сети отдельно от предшествующих, потому что мы совершенно иного поля, и опыты. Так, прежде всего, вот термин «снежный человек» у многих антропологов, биологов, вызывает сильное неприятие. Ну, как может высший примат прожить в снежных регионах? Ведь они же все не приспособлены к ховоту. Ведь у высших приматов, не только у гоминоидов, число которых ходят горилы, шумбанзе, мы и большинство наших персонажей палеонтологических, палеонтропологических, но и более младшие таксоны высших приматов, такие как макаки, павианы, они не имеют подшерстка. Но это можно сказать, что биология регулярно предъявляет такие виды, которые как бы инопланетяне для своих соседей. Например, билый медведь. Вся эволюция медведей направлена на то, чтобы холод пережидать в берлоге. И вот, вся эволюция медведей направлена, в общем-то, на поддержание той или иной всеядности. Когда появляется такой вид, который полностью мясояден, облигатный хищник, который не залегает зимой в спячку, и который кормится от воды, от полярного льда, это нечто совершенно непредсказуемое из наших знаний всего медвежьего рота. Если бы белый медведь вымер, никогда бы мы не смогли по его костям и по современным построениям предположить, что такой был. Это енотовидная собака, псовые. Родич волка и лисы, положим, не самый ближний, но родич, который впадает зимой в спячку. Представить себе зимнеспящего волка или даже хоть его родича, наука не могла бы, если бы не было вот такого живого образца, который опять-таки по скелету не определишь. Ну и, наконец, это то, что называется искусство замечать слонов. Возможность существования в холодных регионах тех видов, которые мы привыкли относить к тропическим регионам, привыкается мамонтом и шерстистым носорогом, и, что еще важнее, лосматерием, который очень далекий вид носорогов. Все современные виды, и насколько мы можем понять, все их предки были тропические во всем обозримом прошлом голые. В крайнем случае, какая-то щетина, ни о каком подшерстке речи не шла. Но у мамонта шерсть вообще самая-самая. Да, а уж я упомянул вас в мотере отдельно от шерстистого носорога. Дело в том, что это важно. Они очень далекие родичи. Тем не менее, вот этот ген возвращения шерсти, он сидит, видимо, в биологии многих видов. И если мы знакомы только с их тропическими представителями, то мы даже не представляем этого. Но тут можно вспомнить и практически голых боберус и бородавочников и очень шерстистых кабанов. Можно вспомнить голых, практически, гауров и буйволов. И можно вспомнить яков, которые близкие родичи, пускай не буйволов, но гауром. Но это вот как раз та ситуация. Более того, даже если подшерсток не вернется, существует по меньшей мере один вид, самый северный среди оленей, северный олень, который свои типовые проблемы решает не за счет подшерстка. У северного оленя положен подшерсток все-таки есть, но теплоизоляция у него за счет полых волос, кстати, как и у белого медведя. Между прочим, это отлично помогает плавать. О том, что реликвы того и гоминоиды великолепные пловцы, я упомянул отдельно. Ну, должен сказать, что нормально одетые шерстью высшие приматы, пусть и не гоминоидного плана, например, макаки, они могут в умеренно холодной зоне. В моем родном Харькове из разрушенного зоопарка макаки прозимовали то ли одну, то ли две зимы в полудиком состоянии, в разоброшенном здании. И должен вам сказать, что некоторые криптозоологические сведения, иногда наслаивающиеся на существование реликтового гоминоида, скорее говорят о крупных неизвестных макаках, которые продвинулись, возможно, даже до района Средней Азии, до вот этих азиатских хребтов горных. Это еще один дополнительный довод, который позволяет мне не отрывать описание ситуации с реликтовым гоминоидом от криптозоологии вообще, где мы должны начать и где остановиться. Африканские виды, напоминающие наш объект, но никоим образом не снежный человек, а никто. Может быть, там с шимпанзе больше родства или с австралопитоком. А вот макаки. Макаки точно уже не гоминида и даже не гоминоиды. Это четкий биологический таксон. Если мы заговорим о некоторых индонезийских, малайских существах, таких как оранг-пендек, то там тоже может быть, вероятно, гоминоид, но не гоминид. Таким образом, грань между звериным, полузвериным и человеческим смыслом принадлежности к роду гомо, она тонка и из наших сегодняшних знаний не всегда определима. А все эти случаи из нашей области. Так, ну, продолжим второе. Как будто бы большинство из наших предков не отличается огромным ростом. Гигантопиток сильно в стороне, не говоря уже о том, что какие-то контуры гигантопитока совершенно не очевидны. Есть одна очень сомнительная плечевая кость, которая заставляет думать о том, что у него скорее была четвероногая лакомоция, но его ли она, а все остальное это куски челюстей и зубы. Я не буду касаться того, почему я не считаю гигантопитока. Возможно, но здесь его все-таки делали из орангутана, что далеко не факт в этой реконструкции. Может быть, он отличался гораздо сильнее, ведь орангутан это, сомнительно, новый вид, молодой, молодой, сильно адаптированный к существованию там, где обезьяне крупной прокормиться можно только на верхушках деревьев. Я об этом еще скажу. Так, ну, о том, какой шанс я оставляю для родичей гигантопитока, упомяну, если хватит времени отдельно, но никто из, почти никто из криптозоологов не считает, что гигантопиток может объяснять весь или даже большинство спектров наших наблюдений. Это что? Не могу. Ну, это какая-то самая неделя. Это хрень. Хрень какая-то. Бигфут и не гигантопиток. Ладно, но существует такое понятие, как гипермассивность. Значительное число представителей рода гома на определенной стадии прошло через фазу гипермассивности. В частности, после выхода из Африки. А у некоторых и до. Точнее так, тот вид, который гарантированно и широко распространился за пределы тропического климата, гидельбергский человек, хомон гидельбергензис, он как раз обрел в некоторых случаях гипермассивность, даже оставаясь в Африке. Самые яркие представители гипермассивных существ, это всем нам знакомые средства пятикантропы, именно, япанские. Может быть, кто-нибудь еще помнит такое понятие, как мегантроп. Мегантроп. А пятикантроп. У меня школьные дефекты произношения этого. Да, так вот, гигантский человек, как бы из той же линии, что гиганта пить, так неа. Это просто нижние челюсти пятикантропов. Их все находили отдельно. И создавалось впечатление, что эти челюсти могут принадлежать только огромным существам, ростом больше современных горилл. Такое же впечатление, кстати, создавалось у гидельбержцев довольно долгое время. Пока была известна только гидельбержская челюсть, челюсть из Мауэра, многие считали, что она может принадлежать гиганту. Уэллс, не как фантаст, а как биолог, нам сказал, что этот шельский гигант, гидельбержский человек, мог одной рукой взять за шкирку пещерного медведя, а другой пещерного льва. То есть у него мыслил примерно вот такого гиганта питькового масштаба. Сейчас мы знаем, что он был, скорее всего, человеческого роста, но, возможно, весом сильно заценен. Во всяком случае, очень массивное представитель гидельбержцев, такое, как находка в воду, по-видимому, именно такие тяжелоатлеты, сверхтяжелоатлеты. Могу сказать, что у меня было незабываемое впечатление, когда я стоял лицом к лицам с среднего довольно размера взрослым самцом горилы, нас разделяли считанные сантиметры, правда, это были сантиметры бронированного стекла в зоопарке немецком, мы стреляли именно вот так. И я вдруг понял, что мы видим одного роста, а в нем веса около двух цепленов, и не за счет жира. Просто вот это огромное существо. Если в... А вот это, это же волос? Нет. Что волос? Я же говорю, это реконструкция. Причем, скорее всего, скорее всего, сомнительно. Если при этом будет задан тренд на рост длинных костей конечностей и на некоторое выпрямление позвоночника, то мы получим гигант автоматически. Даже без существенной эволюционной доработки и без увеличения роста. Потому что, ну, мы же согласны с тем, что самый крупный самец гориллы достигает около 240 сантиметров в высоту. Правда, это и для гориллы баскетбольное значение. Так вот, у гориллы есть умелый двуногоходитель. У нее ножки-культябки, у нее голова вперед, а не вверх. При таких обстоятельствах мы можем представить себе, что рост взрослых самцов сосквача, американского гоминоида, может быть близок к 3 метрам. И при этом они будут менее крупны, чем тот самец гориллы. Правда, должен сказать, что у гоминоидов реально это большая редкость. Сосквач стоит особняком. В большинстве других популяций размеры не столь катастрофически велики. Для алмасты кавказского, с которым я в основном работаю, ну, в общем-то, 2 метра, это как для нас 1,75 метра. То есть, средний рост, который не очень часто превышается. Но дело в том, что у гоминоидов чудовищная разница возрастно-половой деморфизм. Собственно, не такой чудовищный, как у тех же горилл. Если вы видели умилительные фотографии маленьких гориллят, очень антропоморфных, то вы понимаете, что когда через не такое уж большое количество лет это превращается не просто в огромного, в звероподобного кинг-конга, вот такой тренд у многих высших приматов. Судя по всему, во всяком случае, судя по находкам из Дмониси, он был и у ранних представителей рода гома. В остальных случаях нам довольно трудно пронаблюдать и быть уверенным, что это одна популяция от молодых до полностью матерых. В некоторых случаях мы даже не можем судить это самка или самец, ну, мужчина или женщина. Но это допустимо. В этом случае представление оба мосты как о такой жалкой, не опасной тряпочнице женского рода, которую смелый человек может прогнать палкой, и о страшном, огромном, грозно-благородном, диком человеке это все представители одного вида, может быть даже одного возраста, но разного пола. Но все-таки надо помнить, что среди гоминоидов есть и карликовые, или во всяком случае небольшие существа. Тут, конечно, встает вопрос соотнесения их к одному виду. Я уж и не знаю, не слишком ли много будет для неподготовленного человека, если вдруг сказать, что вид-то не один, но сейчас я попытаюсь это расшифровать. Во-первых, мне кажется, что реликтовый гоминоид это сборный вид. На самом деле сборные виды существуют. Они известны науке, некоторые из них жили сейчас, к другим мы, видимо, можем относить ряд вымерших. Например, человек с озера Родольф, Гомородельфензис, это, скорее всего, вот такой же сборный гибридный вид. А из современных таков зубр, между прочим, поскольку зубров не случайно никого похожего на зубров нет во время, на изображениях охотников каменного века, их не было тогда в принципе. Представьте себе, это очень молодой вид, представляющий собой гибридизацию одного из видов первобытного бизона, скорее всего, бизон-прискус, и тура ныне вымершего предка крупного рогатого скота. Тура-то меньшинство, но это та примесь, которая позволила, по-видимому, бизону уйти в леса и в горы. Бизоны ледникового периода большинственные существа, да, собственно, и нынешние бизонные виды тоже. Даже лесной бизон североамериканский. Таков белый медведь, в котором есть некая только крови аляскинского гризли. При каких обстоятельствах происходила эта гибридизация, мы не знаем, но, судя по всему, белый медведь получил от гризли некие необходимые качества, которые мы, наоборот, позволили просуществовать в холодное время. Вот так, гризли зимнеспящий, белый медведь нет, но наука имеет много гитик, и такие сочетания иногда возникают. Ну, кто еще? Ну, вот, шимпанзе. В шимпанзе есть кровь бонобо. Минимум, дважды происходило скрещивание шимпанзе и бонобо, хотя их биотопы разделены, казалось бы, на смерть, они разделены рекой Конго, а эти обезьяны совершенно не плавают, об этом еще отдельно скажем. Но, тем не менее, дважды происходило смешение генотипа, пусть и малая толика. Ну, не могло ли это быть раньше? Ну, по-видимому, значительное число странных палеонтропологических находок, в частности, но едва ли не вся группа Схуков, Зех, они относятся к гибридам. Может быть, гибридам между предками кроманьонцев, что-то на уровне поздних хомофельмей, линии ведущих Голмасад-Инс и классическими неандертальцами. Но мы знаем, что после катастрофического извержения Тоба Евразия фактически опустела. Население там сменилось. Все, кто там широко обитал разного рода архантроп, синантроп, поздние даже формы гидельберджцев, они исчезли. Сохранились, как считалось раньше, только неандертальцы в Европе. Теперь мы знаем, что не только. Теперь мы знаем, что сохранились и хоббиты с острова Флорис, кем бы они ни были, и сохранились денисовцы, которые вообще непонятно кто денисовский человек. Ну, поскольку мы теперь уже знаем, что были гибриды между денисовцами и неандертальцами, как и между неандертальцами и кроманьонцами, то мы можем предположить, что денисовцы это, возможно, потомки другой ветви гибельберджцев, потому что одна ветвь породила неандертальцев, другая породила через хилмея гомо-сапиенс, не напрямую, а третья, возможно, ушла в денисовцы. Да, но раз они сохранились в Евразии, то как им это удалось? Они даже оставили какую-то примесь в человеческом дейноме и не могли бы сохраниться другие. Мы вообще знаем, что архантропы до гибельбергской стадии, да, отчасти гибельбергцы, они развивались, эволюционировали очень медленно. Они часто утрачивали ашельские и шельские технологии. Они буквально уходили в звери. Весьма возможно это связано с тем, что у них были проблемы с языком. Какая-то система коммуникации была, но весьма возможно она не позволяла закрепиться языковым, сложным языковым формам и при отказе, когда приходит сложное время, они утрачивают огонь, орудия, может быть даже одежда еще у них была. возможность строить жилища и ведут почти звероподобный образ жизни. Потом может быть просыпаются, может быть вымирают и на смену приходят другие популяции. В каком-то смысле мы видим аналогию этого у тех, кого неполиткорректно называли дикарями в 18-19 веке. Когда культура не имеет мощной подпорки, она утрачивается один раз. В 17-м веке первые европейские мореповедители еще состоят ту самую культуру острова Пасхи, которая строит эти гигантские статуи, довольно широко используют какую-то очень странную письменность и вообще настолько выглядит развитой, что очень многие пирамидиоты и прочие эзотерики сейчас ее считают потомками Атлантов и прочей фигни. Раз междоусобица работорговля эпидемиооспы и их потомки, их же потомки, а не инопланетян, это голые нищие дикари. Вот так же происходило и с архаичным эгомом. Если это коснулось той цивилизации, не цивилизации, той группы популяций, которая обитала в Евразии во время взрыва Тобы, ну, условно, 73-74 тысячи лет назад, то те из них, кто пытались стать людьми, вымерли. Сохранились только те, кто ушли в звери. Может быть, они бы вернулись, но через не такое уж большое количество десятков тысяч лет место оказалось занято. Выше, чем из Африки гомосапиенс. Уже серьезные, ну, фактически люди, безруков, но с копьеметалками, со сложной охотничьей боевой организацией, с ринчью, и любой, кто попытается вернуться в звери, наткнется на них. А поскольку им нужны исходные биотопы, то финал предопределен. Сохранятся только те, кто старается уйти еще дальше. Кстати, при таких, не географически уйти, а даже биологически, кстати, при таких вот особенностях катастрофического удара по биосфере случается гибридизация. Между, когда не хватает представителей своего вида, идут гибриды с другими. Ну, положим, волк и собака это скорее один вид, но волк у собаки случается как раз там, где волки почти выбиты. Начинают искать представителей другого вида. Там, где почти выбиты глухари, случается их гибриды с тетеревами, не смейтесь, с белыми куропатками и даже с фазарами. Это все сильно подкашивает жизнеспособность таких гибридов, но мы уже знаем, что зубр-то сумел уцелеть, белый медведь сумел даже усилиться. Почему для нашего объекта это должно быть запретно? И если так, объяснимо сильное расхождение. бессмысленный вопрос, а кто он такой? Ну, что он не неандерталец, это ясно. Давайте учтем, что когда Поршнев вывел формулу неандертальца, неандертальцем считалось вообще все, что прогрессивнее пятикантропа и примитивнее кроманьонца. То есть значительную часть гейдельбергских людей, ну и тех, кто может быть денисовцем, мы не знаем, мы не соотносим ДНК за скелетом, относили к неандертальцам. Это не так, но это позволяет оставлять некую свободу маневра. Кроме того, безусловно, были некие пережиточные архантропы. Я вообще думаю, что даже у современного человека может быть не факт, что плодовитый, но в первом поколении жизнеспособный гибрид с шимпанцем, а ведь это межсемейственная гибридизация. У приматов есть очень далекие межродовые и даже межсемейственные пожалуй гибриды между макаками и павианами, например. Они стерильны, но между разными видами макаков и павианов межвидовое абсолютно жизнеспособно происходит. даже возможно межродовые между павианами и геоадами плодовиты, но их покажется ни разу не проследили до этой стадии. Так, ну вот когда это все утрачивается, да еще культура, речь, каменная технология, да еще вдобавок насваивается гибридизация с разными видами, ну вот предположим, субстрат реликтового гоминоида это вот те, кого называют денисовцы. Ну, часть из денисовцев скрестится с одними архантропами, часть с другими и их поведет в разные стороны. Кстати, может быть один из самых своеобразных вот как раз американец со сквач, он имеет ряд отличий от евразийских реликтов гоминоидов, которые, по-моему, превышают видовой статус. Например, у сосквача не висят, у самок сосквача не сильно отвисает грудная железа. У нашего вида грудь у взрослой кормившей самки висит до пояса, если не до колен. Сосквач кроме того огромен, у сосквача нет длинных волос на голове, у алмасты есть, его сравняют здоровый мужик, а волосы как у женщины или как у другой человек сказал, как у папа длинные. Да, но, так вот, сосквач может быть вполне потомком более примитивных групп, и он мог очень рано уйти в Америку и там сохраниться в таком вот несмешанном первозданном варианте. Это тут мы подходим к пути в запретные биотопы. Мы все знаем, что люди в Америку пришли очень поздно, ну, скорее всего, даже менее 20 тысяч лет назад. Это даже несколько странно, потому что даже гумасапиенс Евразии, включая холодные регионы Сибири, а слою куда? Как раньше. Ну, тут есть ряд ноу-хау, в частности, тоже вопрос, так называемого, берингского стояния, когда берингия, то есть Аляска, часть Канады, берингов пролив ныне залитой водой, часть примыкающей к нему Сибири, трепотка, например, это была относительно пригодная для жизни, холодная, но кормная и богатая территория, но она была заперта ледниками. Поэтому туда проникнуть несложно, но сложно из нее заселить Америку. Тем не менее, первые находки человеческих именно гумасапиенс, ну, можно сказать, протоиндейских орудий, мы видим так далеко и так рано, как их не должно быть. Мы их видим в Чили, причем до того, как эти ледники разошлись. То есть гипотеза, что люди накопились там, а потом, когда ледники разошлись, сразу хлынули в Америку, она может быть и подобна, может быть объясняет часть случаев, но люди сразу прошли вдоль Тихоокеанского побережья очень далеко. Любопытно, что, можно сказать, они шли вдоль побережья, но мы знаем, что ледниковый щит, вреди случаев сползал прямо в океан. Значит, его надо было оплывать. Для людей, ну, порядка 20 тысяч лет назад, малиходные плоты или каноэ, скорее всего, не проблема. Ну, для гумянуя это что? Во-первых, гумянует великолепный пловец. Пожалуй, не так, чтобы десятки километров в холодной воде, но так и ледниковый щит сползает не на десятки километров непрерывно. И вот это мне очень холодно. Но многие километры проплыть вдоль берега за нефиг делать. Кроме того, вот как раз если это были какие-то потомки Денисовцев, гибридизировавшиеся с кем-то, они могли даже и до Тобы пройти в Америку, а могли и после Тобы. Но до того, как сомкнулись ледники. Для них нет этого рубежа, который, как мы видим, даже и для человека особым рубежом не стал. Но они его могли преодолеть без каких бы то ни было технологических ухищений. Австралия, вот это для всех, включая меня, был такой казус преткновения. Потому что Австралия как будто не может быть несумчатых млекопитающих. Тем не менее, йови. реликтовый доминоид. Я даже долгое время был склонен считать сведения о нем вынесу. Не получается. Они не менее многочисленны, не менее достоверно выглядят, задержат не менее очень характерных подробностей, чем по той же Америке и Кавказу. Давайте подумаем, а что такое Австралия? Да не в Австралии дело, а в линии Олеса, так называемой, которую очень сложно пересечь даже сейчас. Ведь Новая Гвинея и Австралия какое-то время представляли собой единый континент. Линия Олеса лежит чуть в другом месте. Поэтому в Новогвинейских краях есть австралийские виды, например, кенгуру, козуары. Условно говоря, мы выбираем между субконтинентом Сунда и Саху. То, что представляла азиатская часть Евразии и Австралия во время оледенения, когда ледник взял воду из океана, тем понизил уровень. Было ли в то время линия Олеса, в какой-то форме это было, иначе Австралию бы давно заселили в бассентарной млекопитающей. Скорее всего, ширина этого пролива несколько сузилась, но дело не в ширине пролива. По минимуму ширина пролива, которую надо пересекать, чуть ли не в полтора раза меньше, чем у Ла-Манш. А если современный человечишко может пересечь Ла-Манш, бывает, то что уж говорить о реликтовом гоминоиде. Там другая проблема. Ну ладно, не все успею. Там другая проблема, там страшные течения. Но весьма возможно, их вектор был изменен, а сила ослаблена во время олегенения. По крайней мере, хоббиты, существа Сустафоринс, живут по ту сторону линии Оолеса. И уже найдены в Суловесе во всем случае орудия. Видимо, предшественников может быть хоббитов, может быть потомков яванских пятикантомпов, которые линии пересекли. Сустафоринс никогда не был присоединен к никакому из своих соседей ближе, чем на 10 километров. И его очень своеобразная фауна у некоторых палеонтропологов требовала объяснения. Иные даже всерьез утверждали, что хоббитов туда занесло волной цунами. Но это только потому, что не учитывали сведения того, насколько великолепный пловец реликтовый гоминоид. Между прочим, насколько шимпанзе и горивы не умеют повод вообще, настолько орангутаны умеют. Правда, не так, чтобы пересечь линию Олеса, но вполне прилично браться манипула. Это не какое-то запретное свойство даже для обезьян, а уж для наших предков так вот. Хоббиты пришли на флоры с тем же путем, которым пришли буйволы, слоны и стегодоны и обратно с территории Австралии, к которым пришли каморские вараны. Сильные пловцы могут пересекать десятки километров. Это как раз то, что наш предмет криптозоология может дать официальной палеоантропологии. Очень многих смущает проникновение предков гума сапиенс через Бабельмандапский пролит, когда возможно там не было у них не было еще средств форсирования моря, поникновение на Филиппины. Даже Австралия его так требует, но в ледниковое время до прихода человека там видимо сильный пловец мог пересечь. Ну ладно, мне уже показывают, что время заканчивается. Извините, если я выполню не все подпункты, которые были обещаны, я рассчитывал на два часа, как мне было сказано ранее, а тут я даже не успел сказать о шансе для пангидов, родичей гигантопитоков. Если есть желание задать вопрос по этому поводу, задавайте. Слушай, как вы относитесь к теории, которую исповедуют сегодня специалисты вашего профиля? теория заключается в следующем, что сейчас у нас происходит не эволюция, а не эволюция. Продолжайте. Это вы и один из присутствующих здесь коллег неправильно использовать термин теория. Это не теория, это даже не гипотеза, это даже не домысел, это что-то на грани между домыслом и вымыслом, причем с сильным шагом в сторону вымысла. Извините, пожалуйста, о деволюции я говорить не хочу, поскольку здесь давно, а я о ней могу говорить только матом. Я сказал эволюция, не ва... Хорошо, как бы тогда к древним учениям, в которых сказано о цикличности нашего мирождача. Что, где сказано, кто на ком стоял, глокая куст, раштека болтаного в окра. Извините, подавляющее большинство того, что вы называете древним учением и все доклады, прозвучавшие до перерыва, относятся к этой категории. Пожалуйста, об этом меня не спрашивайте так же, как не спрашивайте о космических энергиях. Тогда я просто скажу больше о вас об этом спрашивают. Замечательно. Григорий, если можно, несколько слов о сегодняшнем состоянии исследования Иркуема. Иркуем. Должен вам сказать, что то, что я видел фотографии остановленного собакой медведя, застреленного его же и его скелета, не заставляют меня думать, что это нечто иное, чем бурый медведь с мутацией, которая ударила по голени. Эти мутации достаточно широко распространены. При близкородственном скрещивании они могут вылазить часто. Бурый медведь такой зверь, который в некоторых условиях может легко прожить и с таким. Ну, нелегко. Вот этот имел большое количество шрамов и был не таким уж крупным. Отстрелянный. Кроме того, мы знаем, что в медвежьей когорте видов некоторые получали это даже как видовой признак. Например, пещерный медведь. Даже два пещерных медведя, поскольку малый пещерный и большой пещерный это не родственники. Ну, есть довольно дальние родственники. Но у них у обоих укорочена голень. Причем у малого в большей степени. То есть где-то этот ген сидит и вероминами регулярно проявляется. Представление об Иркуеме как синониме Аклии огромного северного гризли, который живет там, где только северные медведи живут, которые очень светлые и очень хищные, они неверны. Вот это могло бы подтолкнуть к мысли об уцелевшем Арктодусе, масть которого никто не знает, а телосложение и образ жизни там могут быть. Любопытно, что профессор Верещагин, ярый антикриптозоолог во всем, что касалось релитологоминоида, отстаивал существование имена Арктодуса. Правда, наш коллега Дмитрий Баянов сумел его переубедить насчет элитологоминоида, но это уже отдельный вопрос. В открытых выступлениях Верещагина вы этого уже не увидите. Да, так вот, ну не работает, потому что существует более простое объяснение. Гибрид, гибрид между вором и белым медведем. Несколько раз их встречали, они именно таковы, они крупные, они светлые, они достаточно хищные, насколько они страшные, неизвестно, но крупный гризли неизмеримо страшнее крупного белого. Он гораздо более опасный и агрессивный боец. При сколько-нибудь соизмеримой массе он гризли порвет мелкое кокоду. И уж тем более для человека он более страшен. То есть, если в этих гибридах сидит инра в гризли, они могли быть страшными существами. Все это лишняя сущность. Как лишняя сущность, к сожалению, для меня теперь австралийский путь. После того, как стало ясно, что морской леопард очень надолго заходит в воды Австралии и может там жить. А морской леопард страшно известно. Нет. А можно? Пожалуйста. Скажи, может, если несколько случаев, когда ты видел его или каких-то вообще случаев взятеносвязанных. Сейчас ко мне можно повернуть. На этот вопрос я готов отвечать в частном порядке не перед камерой. Дело в том, что криптозаог не имеет права увидеть и не предоставить доказательств. Мы не какие-то постучи, у которых нет целей встретить и рассказать. мы имеем свой интерес и мы в конце концов достаточно квалифицированы, чтобы состряпать собственную лужевую версию. Поэтому любые случаи, когда криптозаог громко говорит о том, что он видел, но не может этого доказать, по умолчанию следует считать ложью и саморекламой. другое дело рассказать такое на рабочих встречах среди своих. Третье дело, если эта информация потом с чьей-то подачи пойдет гулять. В общем, если вы что-то подобное слышали обо мне, знайте, что я это готов комментировать только не перед камерой. Еще? Других вопросов нет. Так, давайте мы